Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Завьялов. Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг из 200 самых богатых предпринимателей России в 2018 году, в которые вошли 6 представительниц женского пола. Итак, открывает наш список Полина Дерипаска. Возраст 38 лет, замужем, имеет двое детей, состояние 500 миллионов долларов. Занимает 189 место в рейтинге богатейших россиян. Полина Дерипаска – жена российского предпринимателя Олега Дерипаски. По данным некоторых СМИ, супруги не живут вместе, но информацию о расторжении брака подтвердить не удалось. Полине принадлежит 6,9% акции холдинга ЕН+. Зимой 2018 года Олег Дерипаска был замешан в скандале с Настей Рыбкой, девушкой из экспорт-сервиса. Она опубликовала снимки в Инстаграм, где Дерипаска отдыхает на яхте с заместителем премьер-министра России Сергеем Приходько. Ольга Белявцева. Возраст 48 лет, замужем, трое детей, в состоянии 500 миллионов долларов. Занимает 185 место в рейтинге богатейших россиян. Ольга Белявцева начинала свой карьерный путь с упаковщицей на консервном заводе Минплодовощпоза СССР. Впоследствии стала ведущим экономистом предприятия, который вырос в концерн «Лебединский». В 2008 году корпорация PepsiCo выкупила 75,5% акций компании на 1 миллиард 360 долларов. Белявцева получила 330 миллионов долларов. В 2016 году Белявцева продала 100% акций ООО «Бипак» международному производителю упаковки «Монги Групп». Сумма сделки составила 2,8 миллиарда рублей. Наталья Филева. Возраст 54 года, замужем, двое детей, в состоянии 600 миллионов долларов. Занимает 172 место в рейтинге богатейших россиян. Наталья вместе с мужем Владиславом выкупила акции у сотрудников авиакомпании «Сибирь». Таким образом, супруги стали владельцами контрольного пакета. Впоследствии компания поглотила мелких перевозчиков. В результате стала крупнейшим частным перевозчиком в стране и главным конкурентом аэрофлота. «С-7» купила активы плавучего космодрома «Морской Стар». Владислав Пилев пытается развивать космическое направление. В 2017 году авиакомпания группы «С-7» обслужили 14 миллионов 250 тысяч пассажиров. Елена Рыболовлева. Возраст 51 год, разведена двое детей, в состоянии 600 миллионов долларов. Занимает 171 место в рейтинге богатейших россиян. Елена получила свое состояние, отсудив и бывшего мужа 600 миллионов долларов и два дома в Швейцарии. Тяжелый бракоразводный процесс длился 7 лет. Дмитрий Рыболовлев, экс-председатель совета директоров «Уралкалия», занимает 18-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов 2018 года. Его состояние оценивается в 6,8 миллиарда долларов. Экс-супруги познакомились во время учебы в институте и состояли в браке 21 год. В 2018 году Елена и ее дочь Анна приобрели мальтийское гражданство. Татьяна Бокальчук. Возраст 42 года, замужем трое детей. Состояние 600 миллионов долларов. Занимает 165 место в рейтинге богатейших россиян. Татьяна вместе с мужем Владиславом основала на российском рынке крупнейший онлайн-магазин одежды и обуви «Вайлберрис». Работу они начали еще в 2004 году, намного раньше своих конкурентов, принимая заказы из немецких каталогов «Отто» и «Куэлли». На данный момент у компании около 1000 пунктов выдачи заказов. В 2018 году планируется их удвоить. Компания работает также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Бокальчуки заявляют, что до конца года выйдут на рынок Америки. Елена Батурина. Возраст 55 лет. Замужем двое детей. Состояние 1,2 миллиарда долларов. Занимает 79 место в рейтинге богатейших россиян. Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова владеет гостиничным бизнесом в России, Австрии, Чехии и Ирландии. Занимается инвестициями в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе. Она владеет обширной коллекцией старинного фарфора, часть которой в 2011 году подарила музея Царицына. Также Батурина собирает классические автомобили. Коллекция насчитывает около 50 экземпляров, включая Dark Devil Phyton 1907 года и Lagonda LG45 1936 года. Благотворительный фонд Be Open оказывает поддержку молодым дизайнерам, архитекторам, писателям и ученым в разных концах мира. В этом году Елене исполнилось 55 лет, а это значит, что она еще успевает оформить пенсию по старости. В 2018 году дочь Батурина, Елена Лужкова, получила кипрское гражданство. На этом все. Пишите свое мнение в комментариях и делитесь этим видео с друзьями. Ну а я с вами прощаюсь. До скорого.